Добрый день, уважаемые коллеги. Рад приветствовать вас на моем канале. Большое спасибо, что подключились. Меня зовут Апокин Александр, я врач-сниматолог, работаю в Москве. У нас сегодня будет небольшой информационный дайджест. Я всех вас поздравляю с наступившей весной. Наконец-то, что называется, перезимовали. Больше солнца, больше света, больше длина световой части дня. В общем, это всегда очень позитивно. Это позволяет как-то больше получать энергии и удовольствие от окружающей среды. За прошедшее время, которое я с вами не выходил на связь, я, в общем, занимался в большей степени техническими публикациями. На канале были материалы новые, я добавлял. Но сегодня я хотел бы вам рассказать об одной вещи. Мы закончили за это время с моим замечательным ассистентом заполнение одного плейлиста, большого, уникальными видеоматериалами, которых доселе мы создать не могли. Они сейчас публикуются, перекладываются потихонечку в систему Boosty. Там они все будут доступны, вы можете все это посмотреть. Материалы посвящения терапевтической стоматологии, кориосологии, аддезивной стоматологии и немножечко ортопедической стоматологии. Значит, в качестве субстрата того, что мы делали, мы работали с материалами компании Spident, это Южная Корея, уже очень давно присутствующий на нашем рынке бренд. Хорошо известный многим стоматологам, но многим при этом по-прежнему неизвестен. Материалы хорошие, вообще все с ними отлично, нет никаких проблем. Мы занимались всеми видами терапевтической работы, эндодонтической работы. И, в общем-то, с трудолюбием, прилежанием и старательно, выполняя все предписания терапевтической стоматологии, робертомологии, аддезивной стоматологии, мы выполняли наши работы, очень сильно разнонаправленные. И записывали это, проводя запись синхронно с аппаратной синхронизацией. Я повторюсь, это очень важный момент, потому что я и до этого для вас записывал, например, упражнения по робердаму, где мы использовали и 4, и 5 камер, но там была программная стабилизация и программная синхронизация. Здесь мы использовали 3 камеры, но с аппаратной синхронизацией, это очень важно. 4К. Мы продолжаем уже второй год, если не больше, поддерживать наши эфиры в разрешении 4К. Это, на мой взгляд, на данный момент недосягаемое качество для, к сожалению, других наших профессиональных тематических видеоканалов по стоматологии. Поэтому наши материалы клинические по-прежнему выходят в 4К, но теперь с трех камер. Они доступны по подписке на проекте Boosty. Но есть и хорошая новость. Если вы не хотите этим заморачиваться с Boosty, с подпиской, с оплатой, я это понимаю. У нас, как показала жизнь, практически просто нищая стоматологическая аудитория, которая не может себе позволить ничего. Но потихонечку мы будем вас приучать к идее того, что за знание надо платить, и платить хорошо. Значит, у нас приближается стоматологическая выставка Dental Expo. Вот эти вот материалы, которые я для вас готовлю, готовил и буду дальше готовить, по направлению материалов компании Speedend, я надеюсь, вы сможете увидеть на стенде компании Speedend. Они срочно вносят поправки в свой проект стенды застройки, и вроде как там должен появиться телевизор. По крайней мере, мною сданы эти материалы в виде такой нон-стоп презентации длительностью почти что 5 часов. Такой вот видеофайл 5-часовой в 4К, в который вы сможете спокойно подойти, посмотреть, разобраться во всем. Кстати, не только на стенде, компания Speedend потихонечку адсорбирует вот эти видеоролики в свой канал на YouTube. И в их канале, в этой компании, есть уже мои материалы, вы можете зайти туда прямо сейчас и спокойненько с ними познакомиться. Ссылку на этот канал я оставлю в описании этого ролика. Далее. У нас происходит разнообразие ассортимента рубрики Передастом. Туда у нас попал молодой блогер Дмитрий Рябов. Пока что только с двумя своими идиотскими шоксами, которые он публиковал на YouTube. Но туда стали попадать материалы от компании Маркетинг в стоматологии. На мой взгляд, очень низкокачественные материалы, которые я вам записываю. И я был удивлен, что этот формат вообще востребован, что кто-то досматривает эти видео и даже оставляет комментарии. Я очень вам благодарен за это. Мы продолжаем работу с видео. Видео снимается много, но не так много, к сожалению, успеваем публиковать. И я думаю, что в будущем будет еще один крупный анонс. Потому что сейчас идет очень большая подготовительная работа еще к одному информационному проекту. Мы сейчас просто думаем, как его вам преподнести и как сделать так, чтобы вам было максимально интересно смотреть за его развитием. Ну, в принципе, он уже устойчиво стоит на рельсах и хорошо по ним двигается, и все развивается. Просто у меня не хватает времени для того, чтобы сделать из него информационный оберток и начать вам это показывать. Но потихонечку мы все это сейчас реализуем в ближайшие месяцы. Вроде как в этом месяце у нас намечается практика по аэробердомологии совместно с учебным центром Дениса Кунтикова. И идет туда сбор. Поэтому, если кто-то у нас хотел позаниматься робердомологией, приобщиться к системе изоляции в полости рта при помощи робердом, в этом месяце открыт набор группы. Вы можете спокойненько записаться. Опять же, координаты оставлю в описании этого ролика. Хорошая доступная цена. Кстати, анонс о этом есть на образовательном портале www.deadu.ru компании Geosoft. Зайдите в поиск, введите туда мою фамилию. У вас выкинется анонс со всеми данными, как записаться, как в этом участвовать. Ну и я думаю, что состоится в каком-то формате работа на стенде на выставке. То же самое, если вдруг вы хотите очень увидеться, пообщаться, что-то обсудить, договориться о какой-то совместной работе, пожалуйста, приходите. Об этом тоже будет дополнительно объявлено заранее на видео перед выставкой. На этом я пока останавливаюсь. Большое спасибо за ваше внимание, тем, кто посмотрел до конца. Пользуйтесь теми материалами, которые я вам опубликовал. Это клинические примеры, снятые в уникальной технической спецификации. Компания Speedend. Приходите на стенд на выставку. Записывайтесь на курс по репертомологии в Москве с компанией Образовательным учебным центром Дениса Крутикова. И оставляйте комментарии под видео. Это всегда очень полезно. До свидания.